Добрый день, уважаемые зрители! Это программа «Русский мир. Люди и страны». Я ее постоянно ведущий Равид Гор, и сегодня мы поговорим о Казахстане. Внезапное заявление Нурсултана Назарбаева о снятии с себя полномочий президента Казахстана привлекло внимание общественности к этой республике. Эксперты стали высказывать опасения относительно возможного роста нестабильности в стране на фоне роста казахского национализма, что, скорее всего, вызовет новую волну миграции из Казахстана в Россию. Казахстан всегда был республикой с относительно высокой долей русского населения. Напомню, что в 1989 году русских в республике было почти столько же, сколько и титульной нации. Тогда их количество составляло примерно 38% от общего числа населения, в то время как казахов было 40%. Сегодня русских в Казахстане 20% от населения страны. Таким образом, за почти 30 лет русских в Казахстане стало меньше на 2 миллиона человек примерно, 90% из которых эмигрировали в Россию. Кем видят себя русские Казахстана в современных политических реалиях? Как они соотносят себя с русскими Россией? Каково будущее русского языка в республике? На эти вопросы нам сегодня ответит Александр Лукаш, предприниматель, родом из Казахстана. Александр хорошо знаком с ситуацией в Казахстане, поскольку большая часть его семьи проживает там, и он с ними регулярно общается. Добрый день, Александр. Добрый день, Равид. Добрый день, зрители. Ну, я бы, наверное, не начал с такого вопроса, как ты озвучил, что рост национализма в Казахстане. Потому что на данный момент, скажем так, те острые углы, которые были в республике, когда она стала самостоятельной, и когда, скажем, были основные острые ситуации между нациями, они уже сглажены давным-давно. Соответственно, и смотреть с точки зрения, что вырастет эмиграция, вырастет какой-то национализм, это немножко остро, ну, и не так дальновидно. Я считаю, что на данный момент те, кто хотел уехать из Казахстана, а это в 90-х годах большой процент населения как раз уехал, в начало 2000-х, уезжали как русские в Россию, как на Украину. Также большой процент был немцев-переселенцев, которые подали на воссоединение, соответственно, и уехали в Германию. В том числе, например, у меня брат по программе уехал с детьми в Германию. Соответственно, смотреть так, что сейчас пойдет очередная волна, немножко неправильно. Но сейчас эмигрируют, скажем так, те сливки молодежи, которые не видят для себя путей или, скажем, возможности устроиться как по профессии в республике, также продолжить образование, потому что не секрет, что за последние 15 лет уровень, скажем так, подготовки методических пособий, учебников и так далее, как в школах, так и в высшие учебные заведения, ну не будем говорить даже только о республике Казахстан, но и в России он стремительно падал, пока, грубо говоря, последние несколько лет назад за это не взялись, не начали выделять нормальные деньги, не поставили там курировать людей, кто как минимум обладает достаточным опытом и экспертизой, чтобы понимать, к чему ведет ухудшение образования. В Казахстане начали, ну, само собой изначально переписывать немножко историю. Не с точки зрения, что каких там... Так, это именно начали вот сейчас начали или давно начали? Нет, это процесс, ну, начался еще, конечно, в 90-х, я смотрел, по каким учебникам учился я, заканчивал школу, да, мой младший брат на 5 лет младше меня, по каким учебникам он уже заканчивал школу, в частности, историю, грубо говоря, по каким учебникам там учатся у меня племянники. Да, я прекрасно понимаю, что когда республика находилась в составе большого многоционального союза, ее роль, историческая роль, да, она, скажем так, была немножко обособлена. До 19-го, там, 18-го веков история преподавалась, ну, грубо говоря, вот этот пласт истории нам преподавался как, ну, момент подготовки, влияния, вступления в Казахстан под патронаж Россией. И показано было потом дальше большими, там, крупными мазками, какая выгода была у республики. Да, это никто не отрицает. Но сейчас текущие, скажем так, учебники в Казахстане делают больше акцент именно на то, что было раньше, до вступления республики в состав России. Соответственно, большую часть, скажем так, обособленности или, скажем так, мыслей о разделении русских и казахов, титульных наций, да, это на совести министерств. Потому что в бытовом плане, да, как жили соседи, с соседями, так и живут. Но с точки зрения воспитания молодежи, воспитания молодежи, да, то, что мы видим, прошла Украина за 10-15 лет, да, до 2005-2006 года, с 90-х, Казахстан за счет того, что, дай бог здоровья, на самом деле, Нурсултана Абишича, потому что если бы не он, то на месте Казахстана у нас была бы Украина номер два. Потому что он единственный, скажем так, ну, если не брать из расчета батьку Волкашенко, соответственно, кто понимал, что без России, без содружества наций, экономик, Казахстан, там, Киргизия, неважно, там, Азербайджан, Украина, Беларусь, просто раздербанят. Ну, так это многие понимают, отсюда и опасения, которые высказываются сейчас многими, что сейчас не будет такой фигуры, которая бы удержала Казахстан вместе такой же сильной, через какое-то время вообще не будет. И, может быть, и возникнет рост национализма, такие центробежные ускорения от центра в сторону периферии, откалываться все дальше от России, отвалиться от Евразийского Союза, перейти там, посмотреть в сторону Китая, в сторону Турции, в сторону США, может быть. Ну, насчет Китая, поверь мне, Казахстан никогда не будет смотреть в сторону Китая, хотя Китай пытается там уже на Азербайджане, там, и в прочих регионах через покупку компаний и прочее заходить, ну, тоже сейчас у нас пытаются на Дальнем Востоке, да, для Казахстана Китай – это извечный враг. У них в подкорке зашиты иногда это? А, грубо говоря, как у нас, например, мы, ну, скажем так, на тефтонцев, скандинавов там и европейцев понимаем, что они могут нам улыбаться, да, но всегда у них за пазухой нож, так и для казахов нож всегда за пазухой держат китайцы. Но сейчас, понятное дело, не за счет агрессии, военной агрессии, да, какого-то вмешательства и прочее, а чисто за счет экономических рычагов. И, грубо говоря, то, что мы видим сейчас, как власть приходит в республики, это та молодежь, которая в 90-х заканчивала институты. Это те молодые сорокалетние, которые прошли школу, грубо говоря, отрыва от советской парадигмы образования, зрения на общество, да, под влиянием казахско-турецких лицеев, под влиянием программ фонда Сороса, НЭД, фонд развития демократии. Если посмотреть с точки зрения финансовых структур и вливания денег извне в Казахстан в НПО, неправительственные организации, то 90% бюджетов денег получаются из вот этих трех-четырех организаций. Ну, явно проправительственные США. А спонсируются какие же программы? На первом месте развитие гражданского общества. На втором месте борьба с экологией, с экологической проблемой. Третье – поддержка независимых СМИ. Четвертое – работа с молодежью. Ну, то есть все так же, как на Украине. Да, абсолютно. А вот та молодежь, которая получила образование уже после получения Республики независимости, она поддалась влиянию вот этих неправительственных организаций? Она уже ориентирована на Запад? Или все-таки Казахстан слишком далеко от Запада находится, чтобы работа всех этих организаций кардинально повлияла на мышление молодежи? Маленькая ремарка. На текущий момент преподаванию английского языка в Казахстане уделяют больше внимания, чем часам русского языка и литературы. Так что молодежь лучше говорит по-английски, чем по-русски? Вряд ли, мне кажется. Смотря где. Вот хорошо, возьмем Петропавловск, Павлодар, Астану, Алмату. Там, в таких, скажем так, и экономических, и социальных центрах страны, да, где изначально был большой процент русскоязычных, просто не только русских, это украинцы, это белорусы, там неважно, молдаване, там немцы, там русский язык за счет того, что большой процент, скажем связи с Россией еще остался, и семьи, да, там русский язык, ну не чувствует как такового уклонения, там утеснения, да, соответственно, но даже я, когда приезжаю в Павлодар, там и прочее, да, вижу, что вывески все, большинство вывесок, которые раньше были на русском, казахском, там, язык только продукты, там, дарихана, аптека и так далее, да, русских слов уже нету. Вот на этих вывесках. С каким дублируются? Английским? Английским. Английским? И кто читает там на английском, ведь старики-то, думаю, не понимают, зачем это все? Понимаешь, вот в том-то и дело, что это, ну, как ты знаешь, культ карго. Это... И это что, действительно очень сильно распространилось за последние годы? Ну, грубо говоря, до 2008-го, может, 2010-го это было не так заметно. Я на своем примере, ну, как на своем, на своих друзьях, да, в примере, с кем учился? Одноклассник. Когда на несколько лет ушел учиться с нашей класса в казахско-турецкий лицей, после его возвращения, ну, старший класс, там, 10-й или 11-й, общаться с ним стало очень трудно, потому что человек, скажем так, его парадигма внутренняя, видать, очень сильно изменилась. Да, я понимаю, дети растут, взрослеют и тому подобное, да, но как мы продолжали общаться коллективом в классе, параллельный класс и так далее, да, так и те выходцы из вот этих вот выпистановых школ, где упор давался, скажем так, на западную, с одной стороны, западную модель демократии, ну, в образовании, возможно, так говорить, западной ценности, так и, с другой стороны, на упор религиозную составляющую. У меня друг, у него... Этим Турция занимается? Не только Турция, я говорю, это Турция просто, скажем так... Нет, это религиозная составляющая, это, понятное дело, ислам, не какие-то другие религии, вряд ли там, не знаю, там, церковь Святого Муна, там, что-то делать. Нет, нет, нет. Я думаю, что кто этим занимается по миру, это обычно или Саудиты, или Турция? Ну, Турция, это понятно, она со своей точки зрения, так как это Казахстан большой регион с большими сырьевыми запасами, большая площадь территории, скажем так, ресурсные и люди, как таковая, это очень выгодная и площадка для развития своего рынка, как на экспорт, соответственно, так и взаимодействие какое-либо, да, так распространить свое влияние. А так как титульная нация – это мусульманская страна, то и любому президенту, в том числе и Эрдогану, конечно, выгодно подмять под себя такой регион. Да, откуда-то должны привезти учителей, как правило, они приезжают за границей. Но не только из Турции, но и из Америки. Из Америки. Учителя английского языка из Америки. В 90-х очень много было волонтеров в Казахстане, учителей казахского, английского языка. Причем многие из них были бывшие военные. Интересно. Это мне тоже было интересно. А вот молодежь хочет уехать учиться за пределы Казахстана? Титульная нация, да, казахи. Для них сейчас очень много, скажем так, преференций и прочих плюшек в получении образования как внутри, это с точки зрения того, что КАЗГУ, Астанинские университеты и прочее. И они, получая образование титульное внутри, у них прямая дорога на госслужбу, какие-то посты, когда продвигают. И с точки зрения выбора внутренних компаний, да, предпочитают выбирать как управленцев среди выпускников местных вузов, так и мировых, крупных, в том числе и МГУ. МГУ, МГИМО и прочее, когда наши учатся на платниках. Ну вот у молодежи из Казахстана стоит выбор между, допустим, Москвой, Европой и Турцией, или Китаями. Если стоит такой выбор, что они предпочитают? Русские, русскоязычные. Русскоязычные, понятно, Москва, да? Нет, не только Москва, Новосиб, Томск. Ну, Россия, да. Да, да, Омск, Томск, Новосиб, большой процент. Ну, у меня даже фон во взводе, в Омске, взводный Азамат, тоже казах, но учился в России, принял решение, что там ему выгоднее. А почему русские хотят учиться именно в России, потому что в Казахстане уровень образования на русском языке не тот или что? Скажем так, часть предметов переводят на казахский язык, титульный. А русские его, как правило, плохо знают, да? Не то, что плохо знают. Например, когда я учился, жил там в Казахстане до 20 лет, я вполне спокойно мог общаться на казахском языке, ну, на бытовых вопросах. Привет, как дела? Научить химию, физику, это было бы странно, да? Да. Дальше, помимо того, что если ты закончил институт, там, да, получил образование, все прочее. Вот как мой брат, например, закончил, педагог-психолога. Вот. Но там ты дальше уже, когда работаешь, ты должен быть готов к тому, это, ну, местечковый называется, шовинизм или как, на руководящие посты, большей частью, принято ставить титульных. Ну, правильно. То есть у тебя появляется стеклянный потолок. Да. Ты можешь быть ведущим инженером. Специалистом, ведущим инженером. Но менеджер, который тебе ставит, может быть, с тем же образованием или хуже, но задачу тебе будет ставить всегда уроженец страны, так, титульной нации. Да, да. И, грубо говоря, ты прекрасно понимаешь, да, как профессионал есть такой термин, ну, уровень, скажем так, когда человек, специалист, там, руководитель достигает своего потолка, да, когда последняя его должность, это та должность, на которой он некомпетентен. Возвращаясь к теме образования, куда же едут казахи, которые могут позволить себе уехать и учиться? Казахи едут в Европу. Европа, Америка, Турция. Предпочитают все-таки Запад? Ну, для Казахстана Запад, это то же самое и Турция, и Саудовская Аравия. Ну, может быть, в Турцию больше едут? В зависимости, кто на что заточен, кто хочет каких-то там, как это сказать, кто хочет в какой сфере развиваться и прочее. У меня, например, одноклассница, она доктор экономических наук международного класса, преподает в Швейцарии, по-моему, если не ошибаюсь, хотя гражданка Казахстана. Так кто же оказывает больше культурного влияния на Казахстан из всех стран-соседей? И не только соседей. Большей частью, знаешь, кто влияние оказывает? Или как? Внутреннее распри, внутреннее желание получить что-то свое. Ну, это понятно. Но все-таки мы будем говорить об обобщенном Западе. Хорошо. Если с точки зрения общественно-религиозного влияния, это арабские страны, это Турция. Если с точки зрения экономики и демократических каких-то принципов, то это Штаты. А в чем, кроме сотрудничества в рамках Евразийского союза, Казахстан ориентируется на Россию? Не в чем, что ли? Ну, как сказать? Ни в чем. Большинство, скажем так... Ну, кроме какой-то банальной экономики, там, сотрудничество по космосу с Байконуром, там, углеводороды... Зерно. Зерно. Что еще? Казахстан, скажем так, в тройку лидеров производствует по качеству зерна. Соответственно, а лучший спирт из чего получается? Из качества сырья. Поэтому казахский спирт идет на экспорт очень хорошо. Ну, вот кроме этого... Кроме этого, как я говорю, это остатки человеческих взаимоотношений, связей. Остатки. Потому что, ну, такими темпами, да, вот как идет сейчас ситуация латинизация и так далее, да, Казахстан свой культурный пласт, именно большой культурный пласт на протяжении 300 лет, он его просто перечеркнет. И когда, скажем так, пройдет поколение, вот, да, ну, примут в 20-м, 25-м году, там, в 30-м, да, латинизация, да. Соответственно, ты думаешь, будут переводить книги? Ну, молодежь не сможет прочесть эти книги. Нет, переведут Абая Кунанбаева, переведут Эбраилтон-Царина, переведут знаковых фигур казахского эпоса, да. Соответственно, дальше весь плат трудов по экономике, по точным наукам, то прочее, они не будут переводить. В связи с этим, у нас осталось 10 минут до окончания, нужно выяснить самый главный вопрос. Вот русские, видя это все, то, что видите, то, что мы видим отсюда, зная гораздо глубже, как бы ситуацию в стране, строят какие-то прогнозы, как там сейчас нашим соотечественникам комфортно жить или какая-то тревога так проникает, и некоторые начинают задумываться о том, что не пора ли там в Россию или в Европу уехать? Ну, скажем так, здесь их никто не ждет. Вот я когда учился, ну, в ПАО в Палдарском университете, да, в 90-х годах, соответственно, у меня, меня там затягивал ректор, был хороший ректор, мужик, дай бог ему здоровья, там не знаю, где он сейчас, по математике. Благодаря ему, сказал, я тебя знаю, посмотрел там мои оценки и прочее, взял меня, грубо говоря, без всяких этих экзаменов к себе, патронаж, все. Через год, ну, через две сессии его позвали в КАЗГУ, в Алма-Ату, сделали предложение, от которого, ну, нельзя отказываться, как, понимаешь, типа, давай туда, а то мы тебе тут кислород перекроем. В это же время умер физик Гольман, мужик, который там, ну, нам физику разжевывал так, что можно было сразу идти там запускать ядерные ракеты самому в подвале, вот. И когда я посмотрел на эту ситуацию, я понял, что у меня здесь, я не получу того, что я хотел. Я опять перевелся на первый курс в Омский политехнический институт. И, ну, заново учился, потерял время, да, но все равно я переехал в Россию, вот. Отучился там, и сейчас вот такой же путь проходит очень много молодых, которые не хотят, скажем так, не то, что учиться там, да. Учеба – это всего лишь промежуток времени, какой-то период. А дальше ты должен уже для себя понимать, сможет ты встроиться в цепочку. Ну, то есть молодежь видит, что в Казахстане у них есть какой-то потолок. – Определенная, ограниченная перспектива. – Да, то есть они могут вырасти до определенного уровня, когда начинает играть национальный фактор. На низовом уровне он не играет никакой роли, на уровне руководителя среднего звена и выше начинает влиять. – И мне это сами говорят мои… – Амбициозная молодежь это видит, и она хочет уехать. – Да. – А те люди, которые уже чего-то достигли, им ничего не будет мешать, да, они хотят жить… – Но те, кто чего-то достиг уже, да, на определенных постах за эти годы, да, это люди, которым уже за 50. – А вот прозвучало, что в России никто не ждет. Вот вопрос русских, Казахстана, они чувствуют себя, кем они себя чувствуют, русскими казахами или русскоязычными казахами, или они чувствуют себя русскими и частью России оказавшись на чужбине. Кем они себя чувствуют? – А вот это непонятно. У меня вот друзья, да, там есть знакомые, там из Паладара, там из Петропавловска, Салматы. Пример, например, спортсменка, мастера спорта, там все прочее, переехала в Москву, да, здесь у нее, она ведет там курсы, тренирует там девчонок, все прочее, и устроена на, как говорится, ну на свою руководительницу или хозяину спорткомплекса, да, ей-то отстегивает черные деньги, там зарплату, она платит, она готова платить себя, она встала на, хотела встать на получение вида на жительство и прочее, ей говорят, ну а что ты сюда приехала, в Москву, что мы тут сделаем, вон езжай куда-нибудь в регионы, там вставай, и она вынуждена каждые там несколько месяцев, чтобы узнавать документы, мотаться там за Урал в какой-то городок, где она попала под квоту какую-то. Человек, носитель русскоязычной культуры, пласт, который несет свой изначальный, да, говорящий на русском, специалист, приезжает и говорит, я могу, мне ничего не надо, дайте мне просто бумажку, я буду приносить доход в страну, выберите с меня налоги там и прочее. Я говорю, ты кто такая? Тебя здесь не то, что не ждут, ты здесь просто как элемент бюрократической машины, ты оправдываешь ее наличие. Я не раз поднимал эту тему, к сожалению, да, это все, кто хоть как-то сталкивался с проблемой русских, оказавшихся на чужбине при развале СССР, все говорят, что вот несмотря на существование указов президента, политики, программы переселения соотечественников, все это все равно создает общее впечатление, что России русские не нужны, которые оказались за рубежом, хотя декларируется, что это не так, что очень даже нужны. Вот я тебе в один момент хотел бы тебя перебить, ты же, русские оказались на чужбине, для меня Казахстан не чужбина, это моя родина, для меня это моя родина. А это до сих пор так остается, то есть спустя 28 лет от независимости Казахстана? Потому что там живут мои родные, там живут мои двоих А для них они не чувствуют себя, что они тоже оказались как бы не совсем дома или пока нет такого ощущения? Ну, знаешь, как это сказать, для моих родителей, например, да, они уже пенсионеры, вот, у отца матушка и отец захоронены там, в Казахстане, у матери отец там, бабушка захоронена в Беларуси, ну, где родня живет. Соответственно, понимаешь, корни, родня тоже ее, живет половина там, половина в Беларуси, кто-то в Германии живет. Соответственно, и что-то менять для себя сейчас, старшее поколение наших родителей, там, бабушки, да, они не хотят, их это все устраивает, и они воспринимают страну, да, это родина, да, сейчас там нужно знать казахский, да, там какие-то... А вот этот момент, вот написано во многих источниках, что в Казахстане русские хуже всего знают из всех меньшинств, хуже всего знают казахский язык, не хотят принципиально учить, не готовы, не любят его. Но это изменится ситуация, молодежь будет учить там... Понимаешь, вот сейчас игра цифрами, как бы, русские меньшинства. В 80-х ты сказал, да? Да, 48 процентов. Ну, 40 процентов было русских, украинцев около 10 или 15, белорусов, немцев и прочее. Соответственно, всего около 40 процентов было казахоязычных, и то они не говорили на казахском. 30, 40 было казахоязычных. Да, 60 было русскоязычных, и говорить об этом с точки зрения меньшинства, ну, это настолько ложь и наглое, да. И сейчас, поверь мне, в крупных городах казахи спокойно говорят на русском, но понаехавшие, как они сами их называют, казахи, те, кто приехали с Китая, ну, вот эти близкие города, да, там тоже статус переселенца, казахи, которые приехали с Монголии, но, скажем так, есть те, кто вернулись даже, ну, это малый процент, но все равно из России, вот, когда им что-то пообещали, да, вот. И большинство, скажем так, тех, вернувшихся из-за рубежа казахов, ну, не берем Россию, да, они и по-казахски толком-то не говорят, не говоря уже про русский. Соответственно, на данный момент русский язык в Казахстане, он, многие казахи до сих пор общаются у себя в семьях, потому что, извини, когда тебе 60 лет, ты жил при Союзе, ну, да, и на старости лет говорят, давай быстренько учи казахский, но он посмеется тебе в лицо. Ну, теперь у нас выходит время нашей записи, кратко подведем итоги. Краткий вопрос, краткий ответ. Какова перспектива русскоязычной в Казахстане? Получится ли так, что через, скажем, десятилетия большинство молодежи из Казахстана русскоязычного едет? Или нет? Или такого не грозит? Знаешь, если вот сейчас, как такой процесс вот идет, постепенный, да, латинизация, переписывание, там, методика образования, там, плюс поддержка из-за рубежа Запада, как таковая, и не дай бог наступит такой период, когда те люди старые, скажем так, советские закалки, наше старшее поколение старше нас, да, когда они покинут эту землю, там, на самом деле, русскоязычность просто не останется. Вот в этом проблема. А тогда, как русскоязычные уйдут, размер Казахстана, какой он, да, занимает, больше всей Европы вместе взятой, численность около 17, там, ну, 18 миллионов казахов, по факту, через 30-40 лет, да, там останется 10-15 миллионов, ну, дай бог, там, 15, там, он больше казахов. Их сомнут. Их сомнут. Кто их сомнет? Опять же. Арабский мир под предварительством Штатов. Не Китай, не Россия, арабский мир и Турция. Китай там хорошо закрепился экономически. Китаю все равно, кто там будет править. Китаю все равно. Китаю нужны территории. Ну, культурная экспансия происходит из стран Персидского залива, арабских стран и Турции. И они оказывают наибольшее влияние на Казахстан в культурно-политическом плане. У меня друг, ну, мы в параллельном классе учились, мы в институте учились. Вот, соответственно, он сейчас живет в Томске. Ну, вот, пару лет назад, когда он был еще в Казахстане, вот, ну, не знаю, модно-не модно было, у него была такая борода, вот. Он сидит в кафешке летом в солнечных очках с такой бородой. К нему подходит пара ребят, точенькие все такие из себя, вот, с бородкой жиденькой и начинают ему в паре. Ты тоже брат. Прочее. Ну, скажем так, лайт-версия ваххабизма. И такое, это уже на севере Казахстана. И такого, на самом деле, национализма как такового, да, это уже просто, ну, смешно. Национализм, он должен быть в любой стране как таковой. Это вот национализм, который обеспечивает экономический прирост государства, который обеспечивает социальную... Скажем, его не надо бояться. Да, национализм это нормально, но в любой стране должна быть дружба народов. Не надо толерантности какие-то другие там слова о свободе говорить. Ну, дружба народов, когда совместное существование, не ущерб друг другу, это должно быть. Если этого нет, пожалуйста, вон он, Косово, Белград, Украина. Примеров много. Подведем итог. Конечно, есть из-за чего переживать. Как я вижу ситуацию. Для именно русскоязычной молодежи в Казахстане ситуация может сложиться не очень перспективно. Все зависит, конечно, от того, насколько сильный лидер придет ко власти через год после выборов. Может быть, еще не все потеряно, и Казахстан не будет обрывать культурные связи с Россией. Может быть, русский еще сохранится там на довольно длительный период. Будем надеяться на это. В любом случае, хотелось бы, чтобы Россия со своей стороны, во-первых, не опускала руки. Все-таки есть структуры и связи, и средства поддерживать русский язык, поддерживать русскоязычное население, хоть они и не граждане России. Ну и, наверное, стоило бы упростить процедуру получения российского гражданства для носителей русского языка и русской культуры. Что мешает сделать, по примеру, казахско-турецкие лицеи, открывайте русские школы за счет бюджета, скажем так, русского, там, не знаю, различного населения, которое там готово будет отдавать своих детей. А что, нет русских школ? Есть, но их сейчас все меньше и меньше. Но, скажем так, русские школы – это общеобразовательные школы, в которых образование уже ведется по стандартам Казахстана, соответственно, часть предметов, там, казахская литература, казахский язык, там, и прочее, там, казахская история, все, это уже стало на рельсы казахского языка полностью, за счет меньше русского языка, меньше русской литературы, и люди уже менее грамотные, они хуже пишут. Но вмешиваться иностранному государству в эту сферу, конечно, в сферу образования, это уже вмешается внутреннюю политику. А почему Турции можно? Ну, если Турции можно. Итак, подведем итоги. Будем надеяться, что русский язык в Казахстане сохранится и не исчезнет, хотя некоторые тенденции довольно неприятные просматриваются. Будем надеяться, что если вдруг многие русские из Казахстана захотят переехать в Россию, они не встретят больших препятствий, что миграционная политика России станет несколько гуманнее, несколько более человечной по отношению к нашим соотечественникам. И будем надеяться, что придет крепкий хозяйственник, правитель, который не позволит Казахстану скатиться в неконструктивный национализм, что всякие силы из-за рубежа не будут влиять на Казахстан в плохую сторону. Спасибо, было очень интересно. Я много узнал о том, как живут и жили русские в Казахстане. Надеюсь, наши зрители тоже. Спасибо вам за интересную беседу. Вам спасибо. На этом, уважаемые зрители, все. Наша передача подошла к концу. А вы подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. И следите за нашими выпусками. Обещаю, что они будут не менее интересными. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok